Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами сегодня обсудим перспективы развития электроэнергетики России. И прежде всего сосредоточимся на задачах в сфере тепловой генерации. Отмечу, что за последние годы удалось существенно нарастить возможности этого сектора. Так, за последние пять лет, с 2012 по 2016 годы, объём мощности тепловой генерации вырос на 6,7%. Сегодня здесь сосредоточены две трети установленной мощности энергетики страны – 164 гигаватта. На тепловых электростанциях вырабатывается почти 60% электроэнергии России, если быть более точным – 57%. На фоне роста мощности происходят и качественные изменения, что, конечно, отрадно. Благодаря вводу в строй новых установок снизилась аварийность тепловой генерации. Повысилась устойчивость энергоснабжения предприятий, социальных учреждений, живых домов. Использование передовых технологий позволяет обеспечить и более строгие экологические стандарты. Такая позитивная динамика в работе энергосистемы России, а также снятие барьеров, оптимизация административных процедур, позволили заметно упростить и сократить сроки подключения к технологическим сетям. Приятно отметить, что в обновленном международном рейтинге Всемирного банка по параметру подключения к системе электроснабжения наша страна заняла 10-е место, то есть находится среди мировых лидеров. А для сравнения напомню, что ещё в 2012 году мы были на 183-м месте из 190 стран. То есть движение наверх явно существенное. Это, безусловно, является позитивной стороной вашей работы. Безусловно, при этом нужно продолжать эту линию, развивать инфраструктурную основу для роста экономики и укрепления социальной сферы, в том числе повышать устойчивость и эффективность работы тепловых электростанций. Подчеркну, созданный задел в виде новых мощностей даёт сегодня возможность реализовать масштабную, долгосрочную программу модернизации тепловой энергетики России. Её приоритеты – вывод из оборота и замена устаревшего, неэффективного оборудования, внедрение ресурсовосберегающих, экологичных технологий, развитие мощностей на основе современных установок с более высокими характеристиками надёжности и отдачи. Необходимо увязать эти планы с программами развития территорий и ключевых отраслей Российской Федерации, обеспечить резервы для роста экономики. И, что важно, инвестиции в обновление генерации должны привести к снижению операционных расходов. А, следовательно, хочу это особо подчеркнуть, капитальные затраты не должны ложиться на плечи потребителей, бизнеса, граждан, социальных и государственных учреждений. Иными словами, необходимо вписаться в действующий порядок установления энерготарифа. К esqueчах пола, гEN étant circle предстоит Все окинуть запасите отпускательную плечи, последнее overall обеспечивающие Son, генетики,